Самые адские направления фронта сейчас на Донеччине, на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там оккупанты пытаются контрнаступать в ответ на активность ВСУ. Об этом рассказал глава Донецкой областной военной администрации Кириленко. Он говорит, что российские захватчики стремятся вернуть себе утраченные ранние позиции, а вся линия фронта находится под постоянными вражескими обстрелами. Бахмут уже месяц под ежедневными атаками. Маринка, Красногоровка, Углидар, Курахова ежедневно убитые и раненые среди гражданских, добавляет Кириленко. Украинские военные нанесли врагу серьезные потери, поэтому в оккупированную Кадиевку, Луганская область, были доставлены до 50 раненых наемников из частной военной компании. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Противник продолжает усилия по наступлению на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском пытается улучшить тактическое положение. На других пытается сдерживать действия ВСУ, обстреливая позиции украинских войск и гражданские объекты. Оборудуют оборонительные рубежи и позиции. В течение суток российские оккупанты нанесли 4 ракетных и 9 авиационных ударов. Зафиксировано и 25 вражеских обстрелов из реактивных систем залпового огня. Российские войска пытаются прорваться на трех участках на восточном направлении. Минобороны Британии опубликовала актуальную карту войны. Самая напряженная ситуация в восточных регионах. Ожесточенные бои возле Бахмута. Россияне пытаются наступать в районе Сватовой и Кременной Луганской области. Однако успехов не имеют. Ситуация на других участках фронта пока стабильная. Огневая активность наблюдается в Херсонской и Запорожской областях. Там украинцы точечными ударами отрабатывают тыловые позиции российских войск. Центр оккупированного Донецка в пятницу попал под вражеский обстрел, сообщают местные телеграм-каналы. Местные жители слышали звуки взрывов после 13.30. Они прозвучали в центре, после появился дым. Известно, что повреждена гостиница «Дружба», спорткомплекс «Локомотив», расположенный неподалеку от Донбасс-арены и один из корпусов торгового университета. Еще один прилет зафиксировали на территории парка в центре Донецка. «Русские захватчики не переживут зиму в Донецке без воды. Они не смогут удерживать там свои войска, ведь возить воду постоянно они не в состоянии», сообщил военный эксперт Жданов. И добавил, что в оккупированном Донецке техническую воду подают один раз в три дня на несколько часов. А сейчас вопрос содержания Донецка может решаться в районе Бахмута и Солидара, подытожил Жданов. Ранее Путин объяснил ракетные атаки тем, что Украина не поставляет воду в оккупированный Донецк. Во временно оккупированном Бердянске уже второй раз за день были слышны взрывы, пишут местные телеграм-каналы. Их звуки были слышны со стороны аэропорта, при этом местные заявляют о возможной работе ПВО. Звуки взрывов раздавались сегодня в Приморске, что в Бердянском районе. После этого россияне начали резко передвигаться в центр города. Новое циничное заявление от Путина. Россия необходимо было раньше начинать войну против Украины. Но страна ждала выполнения Минских соглашений. Кремлевский диктатор также высказал свое разочарование поведением руководства Германии. А он, Путин, все правильно сделал, начав войну против Украины. Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк ответил главе Кремля. Путин не сожалеет, что начал геноцид Украины, а сожалеет, что не начал раньше. Хорошее напоминание всем фанатам компромисса с дьяволом, с кем они имеют дело. России придется научиться уважать международное право и принять реалии на земле. Они будут соответствовать ее границам 1991 года, говорится в твиттер сообщений Подоляка. Окупанты продолжают террор на Запорожской атомной станции, сообщает Энергоатом. Вчера российские военные ворвались в помещение, в котором расположено управление социальных программ ЗАЭС. И в присутствии других работников избили начальника управления и его заместителя. После увезли в неизвестном направлении. Кроме того, оккупанты задержали и бросили на подвал начальника смены ЗАЭС, который отвечает за ядерную и радиационную безопасность. Во временно оккупированных районах Херсонской области оккупанты продолжают так называемую эвакуацию населения. Украинцев переселяют в регионы РФ, где живут народы Кавказа, для улучшения демографии. Сообщает Центр национального сопротивления и называют это не эвакуацией, а депортацией. Это были главные новости с фронта. Подпишись на канал, поставь лайк этому видео. Мы ценим обратную связь.